Всем привет! Это проект Другая Кухня и с вами я, Валерия. Как накормить любимого мужчину овощами? Просто нужно спрятать туда мясо. Сегодня фантастически вкуснейшая, классная и яркая летняя запуска. Обязательно ее нужно приготовить. Я подсмотрела ее в одной из книг. Я очень люблю читать, а с появлением электронных книг это стало в тысячу раз проще. Лето, пора отдыхать душой и телом. Какой же отдых без книги-то? Какую же выбрать? У каждой книги свой вкус. Это легкая, как зефиринка. Яркая, интересная. С каждой новой страницей она становится все вкуснее. А эта сочная, как шашлык. Чем больше читаешь, тем ярче образы и насыщеннее сюжет. Автор точно не пожалел специй. Следующая, острая, как грузинская аджика. Эта книга захватывает тебя всю до капельки. Интересно, страшно и страшно интересно. Нервы напряжены, как струны. Кто же главный злодей? А это моя любимая. Многослойная, как муссовый торт. Каждая глава, как новая начинка. Вдохновляет, удивляет, радует и интригует. Оторваться невозможно. С Литрес все эти и многие другие книги я всегда могу взять с собой. Как будто целая библиотека у тебя в чемодане без переплаты за багаж. К тому же есть еще и приложение Литрес, в котором очень удобно читать. А сейчас можно еще и сэкономить. Выбирайте все, что нравится. Введите промокод кухня нижнее подчеркивание лета и получите две книги в подарок, да еще и скидку 25% от Литрес. Ссылка на Литрес и нужный код будет внизу в описании. Побалуй себя этим летом вкусными книгами. С Литрес это стало очень просто. И сегодня нам понадобятся баклажаны 2-3 штуки, помидорка, пучок зеленого лука, фарш, я взяла свинину 300 граммов, 2 яйца, острый перец, черный перец, соль и растительное масло. Баклажаны нарезаем кружочками и отправляем в соленую воду, где-то на литр столовая ложка соли. Погружаем баклажаны и даем побыть в солевом растворе минут 20. Лучше сверху придавить каким-нибудь блюдцам, чтобы они полностью были погружены в воду. Я слегка отжала баклажаны, как видите, они такие достаточно мягкие. И теперь убираю серединку. Вот эту серединку сейчас измельчим и будем добавлять в фарш. Теперь очень быстро собираем начинку. Добавляем в мясо фарш порезанные баклажаны. Я не все баклажаны порезала, примерно, наверное, третью часть. Сюда же мелко порезанный зеленый лук, черный перец, острый перчик, филе помидорки без кожи, соль и парочка яиц. Все хорошо перемешиваем. Если фарш будет достаточно густой, добавим еще одно яйцо. Да, мне кажется, густовато. Сейчас еще одно яйцо сюда добавлю. Вот такой примерно густоты начинка должна получиться. На сковородку выкладываем кружочки баклажанов. И сюда же заполняем их сразу же фаршем. Нужно чуть поменьше, чуть я разошлась. На медленном огне, даже можно под крышкой, прожариваем наши баклажанчики. Вот такие шайбочки у нас получились. И сейчас будем декорировать. Я смешала майонез с чесноком. Слегка смажу каждую. Ну, не то, чтобы, конечно, слегка. Так, достаточно я хорошо майонезика положила. И сверху кружочек помидорчика и веточку зелени. Друзья, фантастическая закуска. Быстрая достаточно. Единственное, что, конечно, стоять, пока это все жарится. Но я думаю, что можно и в духовке запечь. Надо попробовать. Я не пробовала. Если кто-то рискнет, напишите в комментариях, как получилось. Сейчас все остальные буду выкладывать. Вот такая красивущая тарелочка получилась. Закуску эту можно есть как в горячем, теплом, так и в холодном виде. Ну, а для тех, кто любит посмотреть, как же это выглядит в разрезе. Сейчас возьмем один. Разрежем, попробуем. Друзья мои, я вам даже скажу, что это не все баклаженчики. Часть ушла на пробу. А выглядит это вот так. Много фарша, майонезик и помидорка. Ах, вкусно! Все, дорогие мои, я пошла кормить свою семью. А вы не переключайтесь и обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить ничего вкусного. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok